Аминь. Давайте Богу возладим всю хвалу аплодисментами. Давайте будем благословлять, пребудьте в мире. Вы миссионер, который спасет весь мир. Давайте будем наслаждаться благословением первородства для благословения 10 тысяч учеников. Спасибо за благодатное служение. И у нас с вами есть причина жить на этой земле. И действительно, хоть мы даже один день живем, жить как ученик Христа. Это очень хорошее прославление. И я благословляю, чтобы все вы могли наслаждаться этим благословением. И на следующей неделе мы уже будем в большом зале. Да, вы много страдали, пока мы были по комнатам разным. Но уже со следующей недели мы сможем полноценно получать благодать. И мне всегда как бы неприятно перед вами. Каждый раз, когда я провожу вот это второе богослужение, да еще и плюс проповедь моя длинная, надо поприветствовать всех. И вот, конечно же, наши уже пожилые люди, они тоже, им уже тоже неудобно, они хотят побыстрее войти в главный зал. И вот они говорят, коттаж вы уже закончите. И на следующей неделе уже это произойдет. Поэтому я даю объявление, что на следующей неделе уже будем преподносят богослужение там. И сейчас, хоть мы не можем все войти в главное здание, есть люди, которые из-за этого не могут прийти в церковь, поэтому они преподносят богослужение онлайн. И тем не менее, даже сейчас, для тех, кто преподносят богослужение, для тем, кто неудобно, я благословляю вас в своем имя Господа и Сударь Христа, чтобы вы испытали благословение с престола Божьего. Сегодняшняя тема — это ученик для одной эпохи. Проблема этой земли — это проблема бытия третьей головы. В итоге люди покинули Бога. Люди стали быть связанными тьмою и направляются в ад. Вот это проблема этого мира. Но до того даже, как люди пойдут в ад, они уже живут на этой земле как будто в аду. Вот попросту сказать, все проблемы из-за того, что человек отошел от Бога. И вот эта проблема ничем не может быть решена. Но только Евангелие можно решить эту проблему. Ничем другим Богом встретиться невозможно. И мы не можем решить также проблему тьмы, которая держит нашу жизнь сейчас. Нет такого пути. Поэтому Бог дал нам Евангелие Христа. А если мы говорим, давайте жить усердно, прилагать много усилий, вот, даже если мы с вами будем жить по-доброму, правильно, проблемы нашей жизни не будут решаться. Только Евангелие решает проблемы нашей жизни. И только Евангелие может исцелить все проблемы и духовные проблемы нашей жизни. Поэтому, когда мы правильно знаем Евангелие, тогда мы можем наслаждаться благословением победы в духовной войне. И вот, действительно, если я по-настоящему буду правильно знать Евангелие, тогда Бог, Он будет нести ответственность за всю вашу жизнь. Действительно, если знаешь Евангелие, тогда дети мои, семья, может быть, бизнес, работа, за все это Бог несет ответственность. Поэтому, на этой земле, действительно, что необходимо, это Евангелие. Потому что проблема, но проблема еще в том, что на этой земле нет учеников, которые будут проповедовать Евангелие. Поэтому, само собой, что многие люди находятся в трудностях. Но в реальности на местодействии нет учеников, которые проповедуют Евангелие. Значит, Иисус, Он дает нам повеление. Пойдите, поставьте учеников. Иисус Христос на горе Голгофа, Он говорит, все совершилось, все проблемы закончены. И в Матфея, 28 главе, 18, 20 стихах, Иисус говорит, идите во все народы, поставьте там учеников. И поскольку наш Господь, Он сам жил на этой земле, Он оставил 12 учеников. Вот вы же знаете, да, что вот 12 учеников, 12 апостолов, которые поставили, что 70 учеников, и вот эти вот, и вот эти ученики, они евангелизировали мир. Поэтому, когда ученики наслаждаются ответом, быть учениками, тогда эпоха живает. Поэтому я бы освоил, что вы все стали учениками. Мы сами стали учениками и могли оставлять учеников. Вот если мы сможем в одну эпоху поставить такого ученика, как Самуила, тогда эпоха живет. Потому что сказано, что во время жизни Самуила не было войны. то есть не просто какая-то война, а духовно, по-плоцки, душевно, все находят, все колеблется. Вот такое как бы состояние военной разрухи. Но написано, что во время жизни Самуила не было войны. То есть проблема бедствий решалась во время Самуила Самуила через одного человека. Смотрите, даже если есть один человек, ученик, тогда район можно спасти. И 237 стан можно спасти. Даже если будет один человек, который является учеником, тогда Бог, который является всемогущим, через этого одного человека все места действия спасет. и как слуги Божьи. Что самое важное для нас? Это встреча с учениками. И вот вам, как верующим, какое самое, для вас какое самое большое благословение? Это чтобы вы сами стали учениками и на местодействии встречали других учеников. Вот я когда поехал на место миссионерства, вот я следовал за миссионером, смотрел, как он ведет служение, и вот кое-что Бог дал мне в сердце. Вот я подумал, а, вот я оказываюсь за свое служение неправильно веду. миссионерства. Поэтому я подумал так, что если в моей жизни веры будут направления, тогда я сам стану учеником и смогу другим помочь стать учениками. и вот миссионерства, за которыми я следовал, когда кто-то не мог прийти, тогда миссионер, он сильно беспокоился, переживал. У него сердце было относительно тех учеников. Действительно, если я сам являюсь учеником, я могу других учеников поставить. вот в среду я созвонился с одним человеком и вот он спрашивает, есть ли у меня время до богослужения. Я говорю, приходите. И вот он пришел и в течение 30 минут мы ни о чем другим не говорили, как он делился о том, что вот он встретился с Евангелем через одного человека. значит на работе через одного человека значит один человек с его работы он помолился и передал материал. Как бы брошюра с Евангелем. То есть он не говорил тому, приходите к нам в церковь. Нет. Он просто передавал материалы постоянно и молился за него. И вот и у этого верующего была причина, по которой он не мог ходить. Это из-за своего брака, из-за своей семьи. и он пообещал своей супруге, что он не будет ходить в церковь. Но чем больше верующий слушал слово, тем больше что-то происходило в его сердце. и он решил надо предложить встретиться тому верующему, который дал мне материал. И вот они встретились с этим верующим, потом поговорили, и вот этот человек начал ходить в церковь ученики не должны слушать слова людей, то, что говорят в мире. Необходимо слушать только Божье Слово. И вот этот человек постоянно слушал Слово, и он получил Богодать, и он начал приходить в церковь сначала в среду, потом воскресный день, и потом он начал думать, как я могу использовать свою работу для церкви, для проповедования Евангелия. И вот я просто ему сказал, вот, ну, просто получайте благодать, не важно что-то делать, а важно без всякого бремени получать благодать. И вот он говорит, не, пацан, да, спасибо, но все-таки я думаю, что я могу сделать для церкви? И вот я пока слушал слова этого верующего, вот, я испытал счастье. Послушайте, где в нашей жизни веры самое большое благословение? Это когда вы сами стали учеником, и когда через вас на местах действия стали другие ученики. то есть я благословляю вас имя Господа и Господа и Господа, чтобы мы могли вот этим наслаждаться. Значит, основная часть нашей жизни это учеников, это ученики, становление учеников, потому что когда ставятся ученики в этом мире, тьма сокрушается, и если поднимутся ученики, тогда благодаря ним другие ученики появятся. И только если поднимутся ученики, ремнанты будут поставлены. Только когда оживут ученики, тогда ремнанты смогут спасти этот мир и будущее спасти. Это настоящее благословение, благословение ученика. Поэтому я благословляю Господа всех верующих в церкви Хана. Итак, первое, это молитва ученика, который спасает эпоху. Первое, молитва ученика, который спасает эпоху. Значит, не будьте такими людьми, которые просто ходят в церковь. Просто приехал, уехал. Не надо быть таким прихожанином. Потому что чем больше будет проходить время, тем больше перед лицом проблем вы будете испытывать искушения, раны получать, и это будет вам трудно. Но почему такое происходит? Потому что люди в церковь ходят. Необходимо стать учеником и воспитывать учеников. Потому что если я сам ученик, тогда даже если придут проблемы, я не вижу в проблемах ответ, я вижу благословение. Если я являюсь учеником, даже если я пойду в церковь и буду слушать какие-то неправильные слова, у меня появляется молитва. Бог, почему ты сделал так, что я услышал это слово? Бог, дай мне силу бросить вызов в правильном вече. Вот такая молитва выходит. А люди постоянно в конфликтах, люди постоянно в ранах своих, и люди с этими ранах, с этими конфликтами, они живут. но если кто-то является учеником, тогда в проблемах наоборот, он держится за завет и бросает вызов относительно Божьего благословения. Вот такими учениками давайте станем. И вот тема молитвы благовестника. что это значит? Первое, ученик, знающий Божье Слово. И тот, который сам является учеником. И в третьих, ученик это тот, который знает Божье расписание. Итак, первое, кто такой ученик? Тот, кто знает Божье Слово. Вот если мы с вами посмотрим сегодня во втором стихе и сказал вам, теперь мне 120 лет, я не могу уже входить и входить. И Господь сказал мне, ты не перейдешь ярдан сей. В третьем стихе посмотрим, Господь Бог твой сам пойдет перед тобою. Он истребит народы от лица твоего и овладеющими. То есть, когда мы с вами смотрим на Слово, когда мы следуем за Словом, вот такой человек называется учеником. Послушайте, в чем суть Слова? Суть Слова — это Христос, Евангелие. Значит, мы не говорим ничего другого. Суть Слова — это Христос. Ветхий Завет — это грядущий Мессия. А Новый Завет — этот Мессия Христом пришел уже. Поэтому и Ветхий Завет, и Новый Завет, вся Библия говорит нам о Христе, о Евангелии Христа. И если вы сможете знать относительно этого Иисуса Христа, тогда это самое большое благословение в нашей жизни после спасения. Потому что Христом мы получаем спасение. Потому что из-за того, что человек отошел от Бога, человек стал жить во грехе, в проклятиях, в бедствии, во власти сатаны. Поэтому выбраться из этого — вот это называется спасение. И это происходит не потому, что я прилагаю какие-то усилия, потому что из-за моих усилий сатана от ухода от Бога не решатся вот эти проблемы. Поэтому Бог дает нам Христа. И только Христом получается спасти спасение. Получается получить спасение. Деяние 4.12 «Ибо ни другого имени под небом данного человеком, которому надлежало бы нам спастись». Послушайте, в нашей жизни нам необходимо получить спасение. Еще раз скажу, надо встретиться с Богом в нашей жизни. И только единственный путь встречи с Богом — это Христос. И еще одно. И если мы стали чадным Божиим, получившим спасениями, тогда нам необходимо получать Божье водительство. Когда мы получаем Божье водительство, мы получаем ответы от Бога. христос. есть тоже путь получать водительство. Это тоже Христос. Я что-то прилагаю усилия какие-то, полагаю водительство. Вот я такой твердый, непоколебимый, поэтому получаю водительство. Не, не так. Мы не получаем водительство, потому что мы такие крепкие, сильные, что-то можем. а потому что путь получать водительство Духа это Христос. Когда мы правильным образом знаем Евангелие, тогда Бог ведет нас. И тогда мы можем наслаждаться Божьими ответами. И в итоге будем одерживать победу. И если получать водительство Духа, тогда приходят ответы. И в итоге тогда все, с чем я сталкиваюсь сейчас, станет для вот посмотрите на семь ремнентов. Вот все семь ремнентов в каждую свою эпоху они получили ответы. Более того, они давали ответ царям. Вот мы же всегда говорим об этом. Значит, братья Иосифа, они не могли не следовать за Иосифом, который получал ответ. То есть Иосиф, он начал получать водительство, и вот Бог даже ему дал все ответы. Много верующих сейчас они не знают Христа, они знают благословение спасения. то есть они не получают больше водительства, они просто живут своей силой, поэтому они держатся за неправильное. И поскольку они держатся за неправильное, то в церкви начинают создавать программы из-за этого. И получается духовное состояние верующих в таких церквях оно падает. то есть люди создают программы в церквях интересные, но в итоге потом в сердце верующих будет такое состояние, что они не смогут принять уже настоящие Евангелия. Но Христом мы получаем спасение, Христом получаем водительство, и Христом приходят все ответы. А также когда мы с вами будем получать водительство, нам необходимо с вами вести духовную войну. Почему? Потому что сатана атакует нас как противник. Значит неверующих сатана он уже завоевал и держит их в своих руках. Но верующих необходимо открыть духовные глаза на духовную войну и воевать и одерживать победу. Поэтому Библия говорит нам, что прежде свяжите сильного, и только тогда можно растить имени его. То есть если мы не свяжем сильного хозяина, как мы можем войти в дом его и украсть его вещи? То есть как решить можно вот эту проблему, как можно связывать сильного? Тоже только Христом связать. Если мы не сможем наслаждаться вот этой властью спасения, тогда в нашей жизни веры мы постоянно будем проигрывать сатане. Вам необходимо хорошо знать об этом. Мы с вами получили спасение один раз Христом, и это спасение неизменно, оно вечно, и никто не может забрать это спасение. Но что делает сатана? Он калибрит вашу жизнь. Поэтому мы с вами, которые получили спасение в жизни нашей, мы как рабы сатаны. То есть сатана полностью действует. Послушайте, даже если мы с вами не сможем вести духовную войну, тогда мы с вами станем рабами чего-то. Но многие люди, они хоть и получили спасение, но они не могут наслаждаться властью спасенного человека. Поэтому как они живут? Они прислуживают в этом мире, прислуживают неверующим, прислуживают сатане. Поэтому люди становятся рабами сатаны, пленом сатаны и колонии сатаны. То есть нам необходимо с вами сокрушать тьму. И разрешить тьмы это Христос. И еще есть благословение, которое Бог на это проповедование. Дай проповедование должно получаться только Евангелием Христа. Вот я буду жить усердно, пораньше буду, на работу приглашать. Это все не связано с спасением, это не связано с ответами на молитвы. Проповедование это тоже не то, что у меня получается. Когда Христос становится моим стандартом, тогда все получается. Проповедование. Библия говорит нам, что суть это Евангелие. И когда мы этого Христа принимаем, когда мы этого Христа получаем водительство, когда мы с Христом вместе ведем духовную войну, тогда во Христе получается вот это благословение проповедования. если знать силу Евангелия, действия Евангелия Христа, тогда мы поймем, что вокруг нас много того, что не надо. Ага, и в жизни моей, в жизни веры тоже много ненужного. Вот это я помню. То есть мы сами делимся за Христа, и мы Христа передаем. Послушайте, вы сосредоточьтесь на Христе. Вот Христом наслаждайтесь и Христа передайте потомкам. Другой не передавайте. Потому что и сейчас Тридинный Бог вместе с нами действует Словом, действует спасая людей, действует Духом Святым. Поэтому когда мы с вами наслаждаемся благословениями престола Божьего, тогда мое прошлое, мое настоящее и будущее, которое я спасу. То есть я вижу прошлое, настоящее, будущее, и в церковь приходят три цвета. Это спасение меня, это церковь, место действия и будущее. Поэтому только вот этим необходимо наслаждаться, только это необходимо передать потомкам. и если действительно Христос станет моим стандартом, тогда само собой выйдут темы молитвы. Молитва относительно триединого Бога, благословения престола. Поэтому вы вот вы на ничем другом не сосредотачиваетесь, а сосредоточьтесь на благословении 3-9-3. Три едины Бога, 9 благословений престола, три эпохи. Но вот это тоже, оно на этом все не заканчивается. В итоге есть другое благословение 10-37 стран, 24-25 и вечность. То есть вот это все будет совершать Христос в эту эпоху, в нашу эпоху. И вот получите такой ответ, о котором ближе пасторе Гон Сол, чтобы вы могли каждый раз со словом становиться ближе. Послушайте, к слову надо каждый раз становиться ближе, а не дальше. И через слово надо менять мои мысли, и тогда будет проявляться сила в моей жизни. А если я не становлюсь ближе к слову, тогда я не держусь правильным образом за Христа. Поэтому надо всегда делать так, чтобы слово было ближе ко мне, чтобы мы со словом сближались, и потом я смогу потихоньку наслаждаться этим словом в своей жизни. Значит, но мы не можем наслаждаться этим благословением. Почему? Наши мысли, наши привычки, наша настойчивость, наше упорство, наше положение, выгода. То есть вот это все проявляется. Поэтому мы из-за этого мы не можем наслаждаться этими благословениями. поэтому я благословлял Господу действительно, чтобы свои мысли, свое упорство, свою настойчивость, чтобы это оставили. Потому что если Бог вместе с вами, тогда вам вот это ничего не надо. Мое положение, моя сила, мой талант. То есть это все не и тогда ваши мысли, привычки будут меняться. И чем ближе вы будете становиться к Слову, тогда необходимо, чтобы Слово и мое местодействие совпадало. Тогда значит я со Словом становлюсь ближе. Насколько Слово Божье будет ко мне приближаться и я к Слову, тогда я буду видеть, что Слово и местодействие совпадают. Тогда само собой буду удерживать победу. Вот на прошлом деле мы говорили с вами, да? Второзаконие 30 глава. Значит приложи это Слово к своему сердцу, к своему мысли, духу. Значит как мы можем увидеть свершение Божьего Слова? Мы можем передать это Слово точно. Когда содержание Слова будет ближе ко мне, к моим устам. Другими с вами тогда мы сможем видеть свершение Божьего Слова. И послушайте, если вы по-настоящему будете держаться за Слово и молиться, тогда произойдет Божье действие. И вот тот, кто понимает это, его мы называем учеником. Во-вторых, что это за человек, который оставляет после себя учеников. Вот если посмотреть сегодняшнее Мезописание, то Моисей в возрасте понимает, что он уже не может войти в Ханан. Значит, послушайте, вот я тоже смотрю на всех вас и я вижу глаза, я вижу взгляд. И вот сейчас мы говорим, что открывается эпоха ремнентов, поэтому мы вот мы вот так с ремнентами встречаемся, становимся ближе. Но что произойдет со старыми машинами? Что произойдет со старыми, не старыми, а с пожилыми верующими? Значит, как мы, как старшие верующие могут передать завет ремнентам? Необходимо стоять перед словом и необходимо стать всем едиными, держась за Божье слово, следуя за Божьим словом. И хотя бы, чтобы среди лидеров наших верующих поднялись люди, у которых будет сердце относительно эпохального призвания. то есть необходимо вообще-то знаете, людей приводить в церковь, либо же вот так поменять церковь, но это непросто. Слушать проповедь как бы в новом месте, это непросто. Непросто. Но необходимо понимать, что что Бог меня привел в церковь, где Бог меня хочет благословить. И вот однажды ко мне пришел один верующий, он говорит пастор, ну это правда, что наша церковь это ересь. Ересь это как бы неправильная церковь, неправильное учение. Кто-то ему сказал. Я говорю, что ну вот я уже как бы поднял левер простых верующих за свое время. Но что самое важное? Самое важное всегда стоять перед Богом и держаться за Словом. Поэтому сегодня Моисей говорит Иисусу Навину, чтобы он был твердым мужественным и держался за Словом. Если стоять перед Словом, держаться за Словом, стоять перед Богом, тогда и верующие это увидят. Поэтому посмотрите на Иисуса Навин. Иисус Навин он все видел. Он видел исход, он видел десять бедствий в Египте. И он видел, он знал жизнь в пустыне, которая произошла. вот одним словом ученики те, которые сами стоят. Я благословляю, чтобы церковь One нас. Все могли объединить, все могли стать едиными на основании Божьего Слова. Да, и слуги Божьи так же само. Они должны тоже стоять перед Богом, упорядочить Его Слово, тему молитвы выявлять, находить Божье Слово в своем сердце. Тогда вот эта благословенная жизнь. Хотя бы один такой должен подняться. И должен подняться один человек, который хотя бы будет со всеми строить отношения. Почему? Потому что такой способ получать Евангелие от того, кто я знаю, от того, с кем у меня хорошие отношения, это лучше всего. Поэтому в нашу самую эпоху мы можем получить именно такой ответ. То есть не то, что там получаете спасение. Нет. Бог дает благодать. И тогда люди могут получать спасение. Поэтому я благословляю всех верующих в церкви Хана, чтобы все стали едиными, единство, на основании Слова и получали Божье использование. Я благословляю, чтобы все ремнанты, все верующие, все верующие, приобрели сердце, стоять перед Богом и ради всемирной Евангелизации. А также благословляю, чтобы все наши молитвные группы молили за 227 стран за служение. И в-третьих, в-третьих, еще есть одна черта ученика, тот, который знает расписание Божье. И в-третьих, 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 мы видим, что Моисей 120 лет, и Он уже не может войти в Ханан. Поэтому ставит Иисуса Навина. И вот Иисус Навин уже входит в землю Ханан. Но вот этот 120 лет это было личное расписание Иосифа. То есть мы видим, что пришло время завоевывать Ханан. И вот та же самая в нашей церкви тоже определенное расписание. И тот, кто видит это расписание, это ученик. Вот вы та же самая. Вот есть время, когда необходимо усердно учиться, есть время, когда необходимо усердно зарабатывать деньги. И вот в Слове Божьем всегда есть Слово. И через обучение можно тоже выявить Божье расписание. Поэтому я тоже я всегда молюсь, чтобы выявить Божье расписание. И не упустить его. И послушайте, так же самое есть расписание. Лично на меня есть расписание на церкви. И посмотрите на детей ваши, посмотрите на служителей Божьих. На все есть расписание. И тот, кто видит это расписание, это ученик. А какое расписание нашей церкви? Как вы считаете? это? И вот мы сейчас меняем, перестраиваем вот эту медиа систему, систему перевода. И действительно я вижу огромное балансы. Из-за корона пришла эпоха онлайна, бесконтактная. потому что только через вот этот онлайн может достичь 237 стран мира. Поэтому я тоже вот увидел такое расписание. Ага, ради 237 стран нам необходимо сейчас вот эту систему перевода поменять быстро. то есть я увидел такое расписание. И вот в нашу церковь пришли все люди, которые готовы вести служение горницы проповедовали. Поэтому имея ввиду 237 стран мира вот необходимо чтобы все наши верующие церкви хана как настоящие верующие видели свое расписание и шли. Поэтому сейчас в церкви мы новую систему поставили и сейчас устанавливаем много новых вещей. То есть раньше много того, чего раньше не было, сейчас мы это поставили, установили. И вот сейчас мы обновляемся для того, чтобы воспитывать ременда в нашей церкви. ременда и вот еще мы думаем сейчас вот есть у нас сейчас много видео как их показывают девушки, показывают ременда церкви. мы сейчас думаем об этом. Вот даже расписание церкви, объявления идут как видео. то есть мы сейчас хотим сделать такой 24-часовой канал, где будет послание церкви, объявления, послание главной организации, послание смесь миссионерства. то есть вот наши ременда сейчас вот они вот они как бы да, вот такие вот сейчас спокойно, все это ничего не делают, но на самом деле сейчас такая пуха, ременда очень быстро растут, поэтому необходимо увидеть, какое расписание сейчас Бог совершает в нашей церкви. И вот эта команда наша, которая делает видео, вот они сейчас делают видео, да, для все наши главные организации, для 237 стран. Поэтому не просто так мы это создаем. Вот мы сейчас как бы наша церковь служит для того, чтобы главной организации делать видео. И на самом деле вот это видео, чтобы сделать много специалистов участвуют. почему мы это все делаем? Потому что наша церковь должна двигаться в сторону 237 стран. Потому что в эту эпоху, в эпоху корону, в эпоху, когда через видео можно передать какую-то информацию 237 стран. Вот сейчас это расписание пришло в нашу церковь. Поэтому кто-то должен делать эту работу. Это то, что сейчас Бог живет, это Божий план. Поэтому Бог будет благословлять, нести ответственность за семью, за человека, за церковь, которая будет выполнять эту работу по доставке Евангелия в 237 стран мира. Поэтому сейчас пришло очень важное расписание. И я прошу прощения, конечно, но вот я хочу сказать, чтобы вы поняли, что расписание церкви это расписание главного пастора. То есть послание пастора церкви это послание церкви. Поэтому чтобы вы понимали, расписание пастора оно влияет на расписание церковь. Поэтому вам необходимо через послание пастора увидеть расписание пастора. Значит, быть учеником в одну эпоху это что? Следовать за словом. Затем наслаждаться властью и видеть расписание Божьем. Поэтому я благословляю все верующие церкви хана чтобы вы могли наслаждаться этим. Значит, второе, что необходимо узнать учениками. Для того, чтобы войти в хана, первое, необходимо знать духовную проблему тех народов, которые там, язычников. Потому что когда израильский народ входил в хана, проблемы вот этих язычников были очень серьезные. Потому что если бы они не понимали проблему, тогда бы они вошли, они бы смешались, делали бы то же самое, что эти язычники. Поэтому обязательно необходимо знать духовную проблему. Почему сейчас в мире трудности происходят? Почему к человеку приходят трудности? Почему человек пытается прилагать усилия, пытается жить правильно, но не получается и приходят трудности. Потому что есть духовная проблема. И вот необходимо подготовить ответ, чтобы дать людям на эту духовную проблему. Вот это самая важная подготовка ученика. Если вы немножечко подготовите ответ, тогда Бог начнет прикреплять вам людей ради проповедования. Поэтому сейчас только начало для евангелизатства 237 стран. Но вам необходимо понять, что все люди разрушаются из-за духовной проблемы. Поэтому нам сейчас надо готовиться давать ответ на решение этой духовной проблемы. И необходимо ускориться. Поэтому мы создали центр для детей «РУТИСИ». И потихонечку Бог за одним человеком прикрепляет нам. И Бог начнет прикреплять ко мне по одному человеку. И вот это начнется проповедование. Поэтому что необходимо делать ученикам? То есть заранее необходимо иметь ответ, чем является духовная проблема на этом мире. Что второе это бедствие. Придет бедствие, придет время скорбей. То есть Библия обязательно говорит, что в последнее время будут бедствия и скорби. И вот эта эпоха бедствий, скорбей. Что это? Какой ответ на эту эпоху? Это ремнанты. Это следующее поколение миссионеров, которые вырастут и которые будут останавливать Евангелие бедствия и скорби. Поэтому давайте с вами посмотрим вот с вами посмотрим вот 19 стих что научи потомков подыми потомков Израиля и создайте песню для них чтобы они запомнили завет. То есть сказано что создайте песню завета для потомков. Почему? Потому что только ремнанты смогут в будущем остановить бедствия и скорби. Поэтому научите завету ремнантов. Почему песня? Чтобы поняли хорошо. Смотрите бывает мы что-то не можем понять но через песню мы можем это хорошо понять. Время с вами чтобы аж корни пустили чтобы дети пели и могли подготовиться чтобы давать ответ в эпоху бедствий в эпоху скорбей. Послушайте когда мы что-то поем это еще лучше запоминается правильно? То есть до такой степени вот через песню приходит понимание вот пойдите на место миссионерства там есть две особенности вот есть такие места миссионерства где они берут вот представление с главной организацией переводят его как есть и поют а также есть верующие а также есть места миссионерства где люди не используют новое проставление а используют старое проставление но дело в том что они не могут следовать за направлением поэтому вот то проставление новое которое выходит там есть внутри такое содержание как новые ответы новое направление новые темы молитвы поэтому вот нашим старшим верующим пожилым верующим тяжело пить новое проставление но что важно понять что внутри проставление и послание есть и вот если это постоянно петь оно запечатливается оно пускает корни поэтому это очень важно Кто остановит бедствие, скорби — это ремнанты Поэтому для этих ремнентов напишите песню и пойте вместе с ними Потому что только ремнанты являются путем, только ремнанты являются ответом Поэтому Павел, эпохальный благовестник Павел Вот если посмотреть Деяния 17.1, 18.4, 19.8 Что он делал? Павел, когда вел служение, значит, вот он вел служение, конечно, исцеление Но его целью было — это синагоги Почему синагоги? Потому что в синагогах были потомки Поэтому Бог Павлу все благословения дал И наша церковь с вами ради потомков действительно по-настоящему должны молиться Молиться по-настоящему И даже то, что мы сейчас готовим Вот наш храм Это мы делаем ради 237 стран Для того, чтобы Для того, чтобы поставить центр для 237 стран Чтобы наши ремнанты пришли через вот Как подрастут ближайшие 30 лет Пришли, могли готовиться и совершать Божие дела И ради этого, ради подготовки оснований ремнантов Мне необходимо сейчас все сердце положить Все свое положить Почему? Потому что только ремнанты смогут остановить бедствие и скорби Вот действительно, я желаю, чтобы эта тема молитвы вошла в ваше сердце Чтобы она вошла, чтобы она стала вашей темой молитвы И что еще надо подготовить ученику? Значит, сейчас язычники, неверующие, впадают в духовную проблему И мы видим, приходят бедствия, скорби И в итоге израильские народы находились в духовном невежестве Послушайте, Евангелие — это все Евангелие, если войдет, даже если ничего не будет, все начнет оживать А израильские народы стали невежественны относительно этого Евангелия Перестали знать Евангелие Послушайте, если по-настоящему знаешь Евангелие Тогда разрушается идолопоконство Вот какой человек ученик? Тот, который знает Евангелие и передает Евангелие Вот это ученик Но израильские народы впали в духовное невежество Вот почему? Вот и сейчас посмотрите И сейчас не верят в духовную реальность И мы с вами такие же самые Смотрите, перед Иорданом надо было увидеть духовную проблему Необходимо было увидеть этих ясычников, которые в бедствии, в скорбях Необходимо было увидеть вот этих ясычников, которые страдают Страдают, которые нужно дать ответ Послушайте, я желаю, чтобы вы восстановили все духовные благословения Поэтому надо быстренько выйти из духовного невежества Для того, чтобы спасти все в этом мире Для того, чтобы спасти народы Поэтому ради этого наслаждайтесь благословением престола Божьего И мы с вами чадо Божие, что мы можем наслаждаться этим благословениями? Поэтому вы через наслаждение благословением престола Божьего Вы сможете достичь 237 стран То есть оно все связано Это благословение, которое Бог нам дает Поэтому необходимо подготовиться дать ответ тем, кто духовно невежественный И необходимо подготовиться сейчас к людям, которые в будущем остановят бедствия и скорби И все люди находятся в духовной проблеме Поэтому нам необходимо подготовить ответ, чтобы дать всему миру ответ Я подытожу сегодняшнее слово Заключение Вот как тогда вести жизнь вверх? Самое важное Это как я могу сегодня Как я могу сегодня подготовиться для Бога сегодня Потому что мое сегодня Это мое будущее И будущее мое Это сегодня Поэтому, что очень важно, это сегодня Поэтому желаю, что вы Имея, как бы готовясь к будущему Могли Как Иосиф Как Давид Как Павел Стать учеником Сегодня Который будет находить и поднимать учеников и ремнентов Вот это Вот к такому будущему надо готовиться Посмотрите на Иосифа Значит Иосифу были все равно Какие-либо проблемы Потому что он осаждался областением престола Божьего Поэтому все для него становилось ответом И даже То, что его отвели в рабство Это тоже был ответ Потому что все стало ответом Да и Стать премьер-министром тоже стало ответом Почему? Потому что он осаждался областением престола Божьего Вот мы с вами Так же самое Значит Вот с возрастом Да Приходят трудности Вот так же самое Давид Чем старше он становился Тем больше трудности были приходили Но В процессе становления царем Бог дал все ответы ему Но И Давиду было все равно На эти проблемы Почему? Он осаждался областением престола И Павел такой же самый Значит Вот Рим сильно препятствовал И Его хотели убить не один раз Но Павлу было все равно Почему? Потому что Он осаждался областением престола Божьего Поэтому в эту эпоху Что нам с вами необходимо иметь? Значит Павел Последней жизни Последней своей жизни Говорил о делах Царства Небесного Поэтому он говорит в Филиппистам 3.20 Наше жительство не в небесах Откуда мы ждем Спасителя нашего? То есть он осаждался областением Царства Небесного Поэтому я желаю Что вы могли Стать учениками Которые Насаждаются областением престола Божьего И И Готовят потомство Готовят ответ Чтобы дать этому меру Поэтому Вот это Вот это областение ученика Которую Бог приготовил Для одной эпохи Я был осознанем Господа Что вы получили этот ответ Бог Отец Бог спасибо за то Что ты дал нам понять Что нам необходимо Подготовить В эту эпоху Чтобы мы стали учениками И было осознанем И было осознанем Чтобы я стал учеником И было осознанем Чтобы все люди Которые со мной встречаются Тоже стали учениками И помоги также Потомков поднять Учениками Пусть это слово Будет Пусть это действие Будет в жизни всех Верующих Молюсь во имя Иисуса Христа Разблагодарна С Тьомин